А сейчас о темах, которые нельзя игнорировать. Ряд шокирующей информации о Дагестане заполнил просторы интернета. Сначала новость о якобы дагестанце, сменившем пол. Затем мы видим Лейлу за Киеву в эфире «Давай поженимся». Но так ли все на самом деле, как нам преподносится в объективе российских СМИ? Опыт показывает, что преподнести Дагестан регионам разрата и беспредела стало обыденным делом для журналистов иных регионов. Кому это выгодно, до сих пор неизвестно. Уже на протяжении более 10 лет стало привычным делом, что во всех СМИ Дагестан упоминает только в криминальных сводках. Убийства, ограбления, контртеррористические операции. Конечно, кому интересно, что здесь, например, началось строительство одной из самых крупных мечетей, возможно, на всем континенте. И было огромное и даже приятное удивление, когда СМИ восхваляли поступок уже всем известного в стране Магомеда Нурбагандова. Поступок настоящего мужчины и горца, какими дагестанцев всегда описывали в истории. Работайте, братья вы, ничего. Он настоящий герой. И поэтому вчера у меня подписан указ о награждении его звездой героя Российской Федерации. Ну что вдруг случилось? Кому-то новость о героическом поступке стала будто бы кость в горле, создавая помеху. И этот кто-то некоторые из СМИ, которым неприятно видеть Дагестан в белом свете. Они будто бы довольны, говоря о том, что здесь все плохо. И при таком потоке хвалебных речей в адрес дагестанца, а значит и всего Дагестана, нужно было за что-то зацепиться, чтобы якобы доказать обратное. Что не весь Дагестан кузница героев и обитель смелых людей. Что здесь есть и другие. Мы привыкли, что социальные сети в наш день это как бы сарафанное радио. Инстаграм из всех в большей степени. Новость о якобы уроженце Дагестана Адама, 4 года назад уехавшего из родного села Москву, и сменившего пол ради своей любви, просто взбудоражила общественность. Неудивительно, ведь в наших краях такого никогда не было. Новость досадная, но не для тех, кто стремится опорочить нашу республику, распространяя данную новость и заставляя людей обсуждать это. Житель Дагестана Адам стал Раиной и таким образом практически подписал себе смертный педагог. Таким он был раньше, вы видите на паспорте эту фотографию, и вам остается поверить нам на слово. Об отношении к людям цвета неба в нашей республике не стоит даже говорить. Учитывая наш менталитет, наши традиции и нашу духовность, мы всегда будем презирать подобное и чуждое для нас. Хотя и чуждое для каждого человека в мире, как бы себя кто-то в этом не обманывал. В другой, не менее неприятный случай. Некогда никому неизвестная Лила Азакиева в буквальном смысле проснулась вместе с известностью. Но известностью какой? Сделав громкое заявление в шоу «Давай поженимся» на первом канале страны. На первый взгляд касаемо личной жизни. Однако накладывает тень на всю республику. Он уговаривал, говорил, что так должно быть. Как должно быть? Что просил делать? На программе я не думала, что... Ну, он вас все понимает, да? Он не просто к вам приставал? Извращал меня. Да. Этим планом просто извращал. Да. И вновь, словно сладкая кость для собак, эта новость стала оружием в руках недобросовестных СМИ, работающих с целью вызвать негативное отношение к нашему краю. Теперь вряд ли на родине ее ждет что-то хорошее. Но делая подобные заявления, винить в этом нужно только себя. К тому же, если заявления сомнительные и делаются только из-за чувства мести. Это чувство злости. И хотелось отомстить своему отцу, который нас не обеспечивал. Мама страдала от него, то, что она, получается, сама на свою маленькую зарплату студенческую, она просто преподает на свою зарплату, нас всех кормила, одевала и растила. А он просто пил и играл на автоматах, все деньги проигрывал. Чего хотела добиться Лила? Справедливости? Удовлетворение собственного эго. По-иному это не назовешь. Выходя на эту передачу с подобными заявлениями, неужели у нее не возникло мысли, что она представляет не только себя, но и всю республику? Факт налицо. Опять нашлись те, кто о Дагестане говорят, как об извергах и теперь еще извращенцах. В программе не раз прозвучали такие фразы, как «расцелевал», «извращал», «насиловал» из уст Гузеевой. Что она имела в виду? Вот «расцелевал»? У меня было другое представление об этом слове. Я не думала, что это будет у нее такая основная игра с этим словом. То, что пока она не сказала «насиловал», я не понимала речь, о чем идет. Но такого не было. Она поставила акцент именно на этом. Не знаю почему я это отрицала, но в эфире этого не показали. Но Лейла – это один человек, одна девушка. И даже если она говорила правду, это всего лишь одна семья, а не весь Дагестан. И не стоит по таким людям судить о целом народе. И как бы некоторые сомнительные СМИ не пытались бы показать Дагестан в нехорошем свете, в нашем родном крае всегда найдутся те, кто докажет обратное. И никакие единичные случаи, в семье, как говорится, не без урода, не смогут испортить репутацию нашей Родины. Абдулла Алиев, Истрофил Истрофилов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.